такие карусельки не надо я боюсь я бы сам бы здесь с удовольствием бы погонял футбольчик смотрится восхитительный цвет воды просто потрясающе здесь летом прям стоят лежаки навесы натянуты полулюкс стоит на 1 человек 11 350 приветствуем вас на канале москвичи в крыму как вы догадались сзади меня главный корпус санатория форос а это означает то что мы пойдем прогуляемся в форосском парке покажем вам красоту его какие здесь есть растения спустимся на пляж дойдем до райского уголка где черепашки и золотые рыбки карпы японские все вам покажем и расскажем посмотрите на красоту кизильника на лучах солнца выглядит это превосходно такие пять кустов здесь обалденно смотрится территория ухоженная чистая мы сюда много раз приезжали что и вам советуем сделать в этом парке произрастает более 300 видов различных растений привезенных из америки из других различных стран которые довелось сюда привозить парк основан с 1834 года представляете себе 18 век и был этот парк создали его даже в те времена он уже появился на карте можно наблюдать здесь пальмы даже стоят вдоль аллеи кто знает что это за здание сейчас я вам поближе расскажу что это за здание а это архитектурное сооружение особняк митинация александра кузнецова в этом здании встречались такие известные люди как федор шаляпин максим горький и писатель антон павлович чех такой красивый фонтанчик сейчас не работает стоит прям напротив этого здания и кстати здание это построено в 1889 году кстати в этом особняке в 1944 году находился военный госпиталь сюда привозили военнослужащих которые защищали севастополь держали оборону севастополя прямо на террасе располагался под раскидистыми ветками то есть прям так вот лечили здесь в те времена большая история у этого здания обязательно придите сюда и хотя бы увидите и прикоснитесь рукой до исторического места память ник архитектуры здесь летом очень красиво про вот этот навес сделан по нему плетется в юн растение здесь ценевая такая сторона очень красиво смотрится в летнее время друзья и что я вижу наконец-то здесь переложили плиточку сделали вот так красиво все потому что раньше было вот так вот есть до вам сравнение и после теперь здесь гулять например с коляской или просто прогуляться даже намного комфортнее даже в любую погоду то есть не страшен будет дождь потому что во время дождя конечно по таким дорожкам было гулять у крайне неудобно и испачкаться можно и не дай бог подскользнуться на грязи все дорожки сделаны это прям я даже не знал то что здесь сделано но теперь видите красота небольшая реконструкция идет это здорово сейчас мы приближаемся к райскому уголку парадайз здесь можно понаблюдать за черепашками за рыбками золотыми просто посмотреть на водичку должны быть водопаде ки а вот еще замерз видите он даже правая сторона вся замерз здесь тоже погулять очень здорово сейчас водичка не течет из того то что он подмерз как я понимаю ну и воду тоже наверно не подавали дабы чтобы она не замерзла и ничего не прорвало сейчас мы посмотрим есть кто из живности нет здесь такие тоже фонтанчики виде рыб на дому если плитку начали укладывать то и здесь тоже все облагородит может быть даже к лету здесь все будет функционировать в полном объеме как это было давным-давно довелось нам запечатлеть одну черепашку где лед растаял потому что здесь солнечная сторона здесь как бы их видно и они плавают но можно спуститься будет сейчас пониже там может быть будет больше черепах в принципе на то им участке их как раз и было больше и там были рыбки перед вами чугунная беседка здесь она появилась в девятнадцатом веке с уральских заводов и здесь две штуки вот одну вам я вам показываю который притаила здесь в тени среди деревьев кипарисов и каких-то зеленых кустов также по территории парка можно встретить вот такие чугунные вазоны видите как вот впереди это тоже как раз таки с уральского завода тоже завезены сюда были девятнадцатом веке посмотрите какие пальмы какая красота жалко здесь сейчас конечно воды нету одна пальма прям прилегла отдохнуть но она растет она не погибла все хорошо какие сосны величественные здесь также на территории райского уголка есть небольшой бамбуковый лес бамбук произрастает здесь с одной стороны и вот с другой стороны такие кусты бамбука палки смотрите какие массивные красота все в одном месте собрана вот это место популярно для фотографий олени два оленя наверху здесь вот потом течет водопад давайте вам поближе покажу наверно ли здесь можно вот так подняться по этой тропке отсюда вот они красавцы олени уже передают вам привет из фаросского парка из крыма есть небольшой мостик здесь замками наверное во время свадьбы здесь оставляют замочки видите есть даже двадцать первый год всякие разные любовь навеки сковывать свою здесь мы пройдемся сейчас вниз он к тому симпатичному мостику над озером на столбиках стоит может там мы увидим как раз таки черепашек и рыбок а так вот здесь вот водопад перетекает из одного озера в другое вот так водичка здесь бежит можно наблюдать всю эту красоту что же маленькие пальмочки но тот кстати видно недавно посадили потому что я не помню чтобы они здесь были видно то что вот их подвязали натянули облагораживают еще лучше весь парк на это не может не радовать японская а его уже с цветами и со свежими бутончиками когда она полностью распустится здесь будет такой шикарный такого цвета розовато-красного кустик новые скамейки поставили что тоже немаловажно даже можно вот так сесть и отдыхать любоваться на воду но жаль то что нету сейчас черепашек может быть они все спрятались или их может быть сейчас пересадили куда-то на время холодов чтобы они не замерзли но поверьте когда здесь плавают черепахи рыбы это место еще становится краше и вам оно обязательно понравится так что сюда стоит приехать ах нет а вон черепашка смотрите какая большая болтается видно вам обалденно она оттолкнулась от стены и и сейчас куда-то поплывет может быть к нам поближе на камеру вон она на дно спускается так ее сразу ты не увидишь может и другие черепахи тоже тут где-нибудь на дне прячутся ждут тепла как и мы все черепашек но не знаю насколько там получилось хорошо или нет но я обязательно конечно это же встал ставлю видео чтобы вы полюбовались насколько это у меня получилось друзья и около этих прудиков кстати запрещено вылавливать рыб черепах ведется видеонаблюдение штраф 50 тысяч рублей наслаждайтесь природой но она еще наверно не раскрылась нашли шветочки есть и вот тоже видите сразу различие стало было ну ничего доберутся и до сюда здесь и сделают на скамеек смотрите как много про поставили на всех сквериках кедр здесь произрастает красавец за заборчиком чтобы его не вредили конечно такие ветки у него свисают шикарные какие мощные платаны здесь растут смотрите цвета хаки вообще обалденно вот природа творит чудеса чего только не встретишь смотрите что я для вас нашел это голубые ели близко мы не будем подходить тоже я уже на газоне чуть-чуть стою вот издалека вам их покажу и здесь бежит ручьёчек небольшой здесь ведется какая-то стройка что-то делают может здесь будет детская площадка хочется конечно на это надеюсь что было что-то такое теннисный корт теннисный корт вот юлька прочитал табличку я не видел теннисный корт здесь будет вот с таким видом на горы вообще супер и рядом еще бамбуковая роща видите тоже небольшая ну а мы продолжаем нашу прогулку я надеюсь вы вместе с нами не переключайтесь дальше у нас будет еще море если кафе работает может что-то и перекусим в кафе чашечки здесь цветы желтые а потом они становятся видите беленькими но ничем не пахнут посмотрите какая здесь прекрасная площадка чтобы получать не знаю как это воздушную терапию лес сосны море горы кипарисы кедры все в одном флаконе просто место для вашего оздоровления и наслаждения и радости для глаз и замечательные виды отсюда открываются сегодня солнышко погода просто великолепная плюс 7 градусов на улице небольшой ветерок дует на море на кат мы конечно же посмотрим как там штормит сильно или нет когда спустимся уже к морю все вам обязательно покажем добрались мы до нашумевший стройки оздоровительного детского молодежного комплекса акбарс который здесь начал стройку в июне 21 года тогда поднялся большой шум потому что здесь вырубались деревья многовековые но вроде как резонанс прошел все это услышали они должны были площадь 7 гектар забрать парка но забрали и заберут всего лишь три гектара но надеемся конечно как они обещают то что проход море будет гулять по парку также будет беспрепятственно все нормально будем на это надеяться а как закончится вся стройка конечно мы вам все покажем что здесь для как будет пока что это выглядит вот так здесь вроде небольшие домики по два-три этажа грубо говоря там дальше что будет я уже не знаю но он каких сколько тут этажей получается 1 2 3 4 5 6 7 8 еще крыша 8 этажей такие домины строят но впереди еще видите здание уже сделано здесь как бы были все эти здания но они как бы делают реконструкцию и конечно немного расширяет зону для чего и потребовалась вырубка деревьев но бунт здесь стоял конкретный конечно это получается дальняя часть самого по русского парка всего вот и план территории спальные корпуса футбольное поле пункт спорткомплекс столовая пляж беседка все вот здесь находится там делается как я вам показал бассейн оздоровительный и кинотеатр восстанавливается вот они корпуса смотрите какие лежаки можно здесь полежать прям сразу дорожки всякие разные главное дело чтобы это было доступно всем желающим сюда прийти отдохнуть погулять чтобы территорию не закрыли забором вот такая аллейка с подсветкой видите по левой стороне на столбиках так висит такие фигуры поставили геометрические скамейки рядом со скамейками есть урны то есть как бы мусора не должно быть вот так вот все это выглядит новая обновленный после реконструкции площадь по русского парка которая была заброшена вот смотрите там фламинго стоят быстренько покажу поближе фламинго ну не настоящие понятное дело там еще сердечко на я думаю мы на обратном пути подойдем сейчас мы здесь по территории пройдемся посмотрим что здесь еще есть интересного так вот здесь можно лечь и можно даже крутить вот такие карусельки а летом конечно это будет прикольно там голова кружится здесь ведь еще закрыта видите подтянута они наверх таких кровати качели будет здесь прям с матрасиком можно валяться и качаться на них я думаю вот эти места будут постоянно заняты надо приходить рано-рано утром чтобы насладиться всем этим что здесь построили также удобная плитка можно спокойно с комфортом гулять с коляской с детьми ну и в принципе как вы видели для детей развлекушечки тоже есть здесь баскетбольная площадка небольшая вот на с одним кольцом и футбольное поле с тренажерами с трибунами можно прийти поиграть футбол пока это возможно и бесплатно кстати искусственный газон прикольно я бы сам бы здесь с удовольствием бы погонял футбольчик главное дело мячик далеко особо не улетит защищают скалы горы еще здесь есть такие скамейки крутилки люди крутятся отдыхают здесь в такой в тупиковой зоне видите такие сидушки есть лежаки чтобы посидеть по отдыхать и веселиться везде камеры все под наблюдением стоят динамики я думаю будут оповещать может быть музычка какая-нибудь будет легкая играть в дальнейшем ну или просто какие-нибудь рассказывать новости или что-нибудь интересное про крым не надо я боюсь вот еще одно прикольное такое местечко вид конечно потрясающий так смотрится здорово будет излюбленное место для фоточек сердечко на фоне гор и такой шикарной зелени по бокам скамейки освещение кустики всякие различные посажены тоже есть мусорки кто-то видно даже здесь попил шампусик а так она и внутри еще даже с подсветкой вообще обалденно вот еще миндаль цветет ну а сейчас мы отправимся на шикарную смотровую площадку откуда виден сам санаторий санаторий море и горы которые еще у нас в снегу пойдемте быстрее посмотрите какой накат идет какие шикарные шишки смотрите вот она красота смотрите пороский кант прям как на ладони пороская церковь там вдалеке есть и конечно вам видно смотрится восхитительный цвет воды просто потрясающе сейчас подождем заснимем вам хорошие брызги здесь накат прям так попадает об этот камень шикарный что есть и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так что не забудь поставить лайк этому видео, поддержать нас и вам. Мы так поймем, что вам интересно. Вот здесь летом прям стоят лежаки, навесы натянуты. Здесь и так вот навес есть. И плюс еще вот здесь вот люди тоже на этих плитах отдыхают и пляжах. Вот здесь вот летом вот такое вот место для отдыха. Мы здесь проходили, снимали. Кошак орет. Кошак, ты чего кричишь? Чего кричишь? О, приветики передаешь? Он с вами поздоровался. Привет от котика из Крыма. Такая же теневая зона здесь шикарная. Но можно по голове получить и шишки. Ха-ха-ха. Видите, ступеньки разбило. Перемьевы тянули ленточки, потому что здесь нельзя ходить опасно. Люди пришли получать теплые ванны, солнечные кучи. Отдыхают, перекусываются, наслаждаются морем и теплом, которое нам подарило сегодня погоду. Будем надеяться, что это все-таки весна, да? Да. Очень хорошо. Мы сейчас в таком центре. Здесь сувениры продаются всякие. Небольшой магазинчик, небольшой. Кафешки различные всякие стоят. Но на данный момент работает только кофе. Там мороженое продают. Но такое все по мелочи. Шарик одного мороженого стоит 990 рублей. Вот сейчас я вам прогуляюсь к скульптуре влюбленных. Покажу вам ее. Как обычно, пошел не с той стороны. Сейчас сделаем круг с вами. Потому что скульптура влюбленных правее вон там. А видите, до сюда еще не добрались, чтобы сделать парк. Здесь плитка, конечно, такая еще старого образца. Все полопавшиеся, поломанные. Но зато какая сочная трава у нас. Зелень прям. И вот так вот подпорки для деревьев, чтобы они не упали. Ну и чтобы их не спиливать, вот так вот делают, упирают их, чтобы они дальше продолжали расти. Вот она, пара влюбленных скульптур. Здесь, конечно, по утрам или днем можно встретить женщин с колясками. Потому что здесь тенек такой. Можно хорошо посидеть, спокойно. Ну а вечерами здесь разных возрастов встречаются и проводят время влюбленные пары. Как молодые, так и более старший возраст. Скамеек, видите, по кругу очень много. Так что место найдется для всех. Я, видите, обувь снял, чтобы показать вам потрясающие волны, которые здесь бьют. Иначе мы видели со стороны, как люди убегали отсюда. Потому что мочит тут довольно-таки хорошо. Вон, смотрите, уже волна идет одна. О, шикарно. И морская вода. Какой тут накат обалденный. О, целый салют. Обалдеть. Сейчас мы с вами заснимем красоту. Ловите брызги Черного моря себе в экран. Главное, не поскользнуть сюда, потому что скользко. Накат, конечно, обалденный здесь. Прямо хоть на серфинге кататься можно. С пляжа еще чуть-чуть поснимаю. Скульптуру поменяли, обновили. Поставили новую. Вода по краям стекает. Какая красота. Открывается небо. Просто сегодня чистая. Воздух прям чистый чувствуется. Обалденно. Но водичка, я скажу, прохладная. С таким штормом даже померить ее нет. Не знаю, где бы залезть, чтобы измерить водичку. Вот фороский кант отсюда. Приехать сюда, отдохнуть, погулять. Просто вот так. Такие будут у вас впечатления. Это были очень высокое. Для вас wähли наeu. Продолжение следует. Подписывайтесь на мой канал. Найду uncommon. До новых встреч. До новых встреч. За новых встреч. До новых встреч. С zaczyώς. Продолжение следует... 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 самое дорогое то здесь скит премиум какой-то 40 тысяч 450 рублей за сутки за одного и 46 900 за двоих в летний период самый жаркий но сюда входит в эту стоимость это проживание в номере питание завтрак обед ужин базовая лечебная программа для взрослых и детей посещение бассейна хамама финской сауны безлимитный доступ в интернет посещение тренажерки посещение детской комнаты посещение пляжа эксплуатация данного пляжа поднос багажа бесплатная парковка которая имеется но не прямо около санатория туда чуть дальше это вот что касается вот этого корпуса который прямо на первой береговой линии можно сказать что щит по ценам самого главного корпуса который большой где мы с вами поприветствовались где я вначале вам показывал тут вы просто за мной не особо видно но вот его стена там сзади если видите цены там одноместное размещение на одного человека стандарт с января по апрель 9000 а если с июля по август то 12 200 самое минимальное и 34 800 это самое дорогое то апартаменты что касается двухместного размещения то стандарт сейчас то есть до 30 апреля 14 450 самое дешевое и 32 150 это самая дорогая категория апартаменты с июля по август цена 12 так нет 22 100 и 41 41 тысяча 250 рублей это за двоих также сюда все включено и вот питание завтрак обед-ужин по системе все включено вот такие расценки санатория форос я вам предоставляю они актуальны и это на двадцать второй год то есть кому будет интересно вот что касается цен в этом месте а это у нас магнолия греется на солнышке но еще нету цветов когда будут цветы здесь будет конечно вообще превосходный запах будет стоять обалденный сейчас попробуем на лифте прокатиться туда наверх на смотровую площадку за и вытянут на балкончик можно также было прям с пляжа подняться мы не поднимались коляску заходим лифт большой в принципе не знаю на следующий третий пускай будет сейчас на втором да нам на 3 грузоподъемный 630 килограмм 8 человек он просто чуть тормозит такой лифтик и вот мы вышли на чудесную смотровую площадку вот но главный корпус про которого я сейчас последние цены говорил мы сейчас получается над корпусом прибрежных сразу и такой шикарный здесь балкон откуда можно наслаждаться во первых морем свежим воздухом морским обалденным и смотреть на величественные скалы горы крыма они превосходны отсюда даже вдалеке видно наша церковь который находится в кастрополе а там в гору так вот если прямо вот это вот наша церковь вот такие виды открываются и нефтун центр видит два здания все как на ладони горизонт чистейший просто потрясающе светит солнышко но с моря идет небольшой прохладный ветер на наша прогулка почти что закончилась сейчас мы уйдем в теневую сторону парка уже перед корпусом и получается сделали такой большой круг вам по всему парку все его места показали ну и там прогуляемся и посмотрим что там еще есть скрывается в этих зеленых тайнах леса форосского парка смотрите какое здесь изобилие шишек видите как оригинальных насобирали на земле сделали такую окантовочку и положили прям сюда под дерево что друзья показали вам красоту форовского парка что там находится пляж парк все места оздоровительный комплекс который новый построили вы подписывайтесь на наш канал ставьте палец вверх пишите комментарии подписывайтесь на наши сети telegram контакт везде нас можно найти и до новых встреч пока подписывайтесь на наш канал